Так, значит, у нас первый шаг. Мысль отличает чувство от предмета, то есть от качества. Мысль осознаёт, что чувство опосредует предмет. Сначала чувство, а затем в этом чувстве предмета. Это и называется логикой, потому что впервые мысль осознала то, что было с самого начала. Наш первый шаг заключался именно в этом. Равная себе мысль, равная себе форма и чувственная. Не различалась мысльная и чувственная. Равная себе форма и в этой форме становящийся предмет. И теперь это понятая мысль. Там сам метод, сам смысл движения уловлен. Поэтому оправдано называть это логикой, а не восприятием. Значит, мысль отличает чувство от предмета, но себя от чувства не отличает. Чувство, как форма, не дана, а предметно не дана. Схватывание чувства, как что-то тождественное в себе, является условием того, что предметно дано место. Чувство прежде качества. Почему? Потому что чувство опосредует собой переход от одного качества к другому. В этом смысле чувство раньше, прежде, качества. Потому что, еще раз, чувство опосредует собой переход. Как чувство опосредует? Чувство опосредует тем, что оно остается тождественным в переходе от качества к качеству. Соответственно, и место оказывается раньше качества, потому что оно опосредует переход. Как место опосредует? Опосредует тем способом, что место остается тождественным в переходе или при переходе от качества к качеству. Мы назвали это первым шагом построения вещи. Вещей здесь нет, разумеется. Но есть тождество, место, которое прежде качество, которое опосредует собой переход от качества к качеству. Я назвал это непосредственно тождественным местом. Или, несколько странно говоря, непосредственно опосредует. Почему? Потому что здесь, в опосредующем, в самом нет опосредования. Следующий шаг заключается в том, что мысль отличает себя от чувства. То есть мысль не только отличает чувства от качества, от предмета, но мысль отличает себя от чувства. Мысль осознает себя причиной чувства. Мысль представляет собой, как бы, по своему определению, отношение с собой. Или отношение к тождеству. А мысль является ничем иным, как отношение к тождеству. Или отношение к собой. Поэтому мысль обнаруживает себя. Когда мысль обнаруживает себя в качестве причины чувства, то она обнаруживает себя в качестве причины чувства в виде отношения с собой. Тем самым, мысль чувству также придает вид отношения к тождеству. Чувство мысли придает вид отношения с собой. Чувство также становится, как и мысли, отношения с собой. Чувство, как отношение с собой, точно так же предмета не дано, потому что это форма, это отношение чувственной формы с собой. Отношение чувственной формы с собой как форма предмета не дано, предметно дано место. Но поскольку чувство есть отношения с собой, то если мысль, будучи отношением с собой, чувство дает форму отношения с собой, то чувство, в свою очередь, будучи отношением с собой, устанавливает одновременность качеств. Качества теперь уже не превращаются одно в другое, а даны одновременно, как рядом стоящие качества. И как рядом стоящие качества, они относятся к вещам. Теперь предмета нам дано, рядом стоящие качества, одновременно данные качества, которые относятся к месту. И тем самым место превращается в вещь. Вещь удерживается в своей тождественности, только при условии, что мы все время меняем. Вещь удерживается в качестве тождественной себе одной вещи при условии, если отношение качеств, или теперь можно говорить свойств, это все равно на самом деле, вещь качества, вещь свойства. Если отношение свойств находится в динамике, то есть отношение двух свойств мы переходим к отношению трех свойств. Отношение трех свойств мы переходим к отношению четырех свойств. Отношение четырех свойств мы снова переходим к отношению трех свойств и двух свойств. Это движение, рядом стоящие качества, должны двигаться, поскольку они находятся в... Чувство, как отношение с собой предмета не дано, а дано как вещь. И чувство, как отношение с собой раньше качества, раньше отношения качества. Почему? Потому что только тогда, когда чувство получает вид отношения с собой, отношение, творчество, чувственная форма, то когда чувство получает вид отношения с собой, тем самым чувство ставит качество рядом. Уже происходит не перемена качества, а качества стоят рядом именно в силу того, что чувство получило вид отношения с собой. Поскольку чувство получает вид отношения с собой, по стольку качества принимает вид одновременно данных качеств. Поэтому чувственная форма прежде качества. И, соответственно, вещь, то есть та же самая чувственная форма, только предметно данная, соответственно, вещь оказывается прежде своих качеств. Так и должно быть, мы с Игорем говорили в прошлый раз, так и должно быть при условии, если одновременно нужны два качества. Если качество одно, то они все еще находятся, как бы, вот, свойства и вещь-свойства. Непонятно, в каком смысле вещь раньше свойства. Хотя хотелось бы так-то обдумать, но если брать по одному свойству, как у Гиги, кусочек сахара, если брать по одному свойству, то не совсем видно, не совсем понятно, почему вещь раньше своих свойств. А если их две и более относящиеся к вещам, то это напрашивается. Вещь должна быть прежде своих своих свойств, иначе она просто превратится в две вещи, не знаю, в три вещи. А прежде своих свойств это в каком смысле? Не во времени же как-то логически? Ну, разумеется, только логически, да. И место, разумеется, только логически прежде, и вещь логически прежде своих свойств. То есть сначала вещь, а потом свойства. А вот сначала вещь вне своих свойств, это что такое? Просто место что-то? Ну, обычно как бы вещи имеют свойства, конечно, но свойства это и есть то, через что вещь как бы раскрывается. Помимо свойств никакой же вещи нет. Ну, мы же говорим логически, Влад, если в нововремени было раньше, то получило бы не вне своих свойств. Что такое вещи раньше свойства? Ну, а что такое, когда я говорю, что чувство, получив вид отношения с собой, тем самым превращает вещи, свойства, качества в одновременно стоящие качества? Что это значит? Что сначала пустая форма чувственная, а потом заполняется? Нет же, просто тем самым, что чувство получает вид отношения с собой, тем самым качество выстраивается в трое, в ряд. Пустой чувственной формы, разумеется, нет, нигде. Ни в случае простой чувственной формы, ни в случае чувственной формы отношения с собой, а пустой чувственной формы мы никаким образом не говорим. Но говорим о первенстве, потому что только поскольку чувственная форма получает вид отношения с собой, тем самым качество встает рядом, оказывается, за данными одновременно. Это соответственно и вещь, потому что вещь – это та же чувственная форма, но данная предметно. Я просто раньше Игорь даже на это указывал, что вроде как место само по себе – это уже вещь. То есть есть как бы различия места и вещи, которые развернуты в свойство. Я не понял. Но вот место же отличается от качества. Место – это не качество. Конечно, нет. Это место смены качества, да. Место смены качества. Да, и поэтому можно сказать, что место существует до качества. В каком-то смысле – да. И в этом смысле вещь существует до качества. Как место. Ну да, или как вещь. Потому что вещь – это то же место, но к которому относятся… Которому относятся… То есть сначала есть место, а потом к нему отнесены качества. Сначала есть смена к одному качеству другим. И это нам задает категорию места. Но эта категория места, она оказывается в себе. И следующим шагом оказывается тем, что мы ее полагаем для себя. Тогда получается у нас вещь, имеющая отношение к двум сразу же, то есть к отношению двух качеств. Вот так. Нельзя сказать, что вещь она является как бы до. А вот именно так, что вещь, как сохраняющееся место при смене двух качеств, положенное для себя, оказывается в ситуации отношения себя с двумя качествами. С отношением двух качеств. И при том, оба эти стороны оказываются распределены неравномерно. С одной стороны, вещь оказывается здесь явно на свету, а те качества, отношением к которым она является, они оказываются спрятаны в тени. Вот так правильно сказать, на мой взгляд. Ну, в общем, по-моему, я так и сказал. По-моему, я так и сказал. Нет, смысл раньше-то это что такое? Понимаете, вы пытаетесь отцепить вещь от ее качества, тем каким-то новым словом, который называется раньше. Есть как-то вещи раньше, а потом возникает нечто позже, где она раскрывается в своих свойствах. А что такое это раньше? Как в чем смысл-то его? Даже в логическом смысле, мы должны различать, если мы делаем две позиции. Если вещь, на самом деле, раскрывается не через одну позицию, а через две, то есть какое-то предыдущее, а потом последующее. Мы должны понять, в чем различие этих позиций. Здесь было не надо забывать о требовании изменения в отношениях качеств. От двух качеств переходим к трем, от трех обратно к двуму. Если всего два качества, то мы их воспроизводим непрерывно. Только в этом изменении в отношении качеств и существует вещь. Как нечто тождественное, одно при постоянной динамике, вот этих вот, относящихся к ней, к этой одной вещи, качеств. Поэтому, когда мы говорим, что вещь прежде, то, видимо, она точнее скажет, что она является условием этого движения, качества. При условии тождества вещи, качества все время изменяются. Отношения к качеству, если я говорю, все время изменяются. Просто условия этого движения. И в этом смысле оно как бы раньше, чем это движение качеств. То есть предмет всегда становится. Это, еще раз обращаю на это внимание, предмет всегда становится. Либо одно качество переливается в другое качество, либо отношение двух качеств меняется отношением трех качеств. Но форма тождественна, и то же, что форма дает нам сначала место, потом вещь предметно дает. Форма тождественна, а предмет становится. Ну, правда, вещь тоже предмет, как бы, ну вот, поэтому тут опять зацепится сейчас, да. Это, ну, тремнологичнее, некую некорректность. Вечно предметно данная форма, ну а качество – это вот то, что… Свойство – это то, что меняется. Ну так. А как же я двигался дальше, что-то позабыл. Как же забыло. Значит, мы имеем некую динамическую картину в результате. Некую динамическую картинку. Мысль, как отношение с собой, разумеется, тоже не спит. Мысль воспроизводит себя, как отношение с собой. Тем самым мысль воспроизводит чувство, чувственную форму, как отношение с собой. Тем самым мысль воспроизводит себя вновь и вновь, как отношение с собой. Тем самым воспроизводит чувство вновь и вновь, как отношение с собой. И тем самым производит изменения в отношении качества. Переход от отношения двух качеств к трем, отношения от отношения трех качеств к двум. Я, правда, сейчас потерял достоверность от того, что чувство воспроизводит себя. Мысль воспроизводит понятное чувство, тем самым чувство воспроизводится понятно. Но с этим действительно сочетается изменение в отношении качеств. То есть превращение двух, отношения двух качеств к отношению трех качеств. Как связано воспроизводит мысль и чувство себя, как отношение с собой, с тем, что меняется... Все движется, это я понимаю. Форма и мысленная, и чувственная воспроизводится как отношение с собой. И это движение дает нам изменение в отношении качеств. От отношения двух к трем, отношения двух к четырем, отношения четырех к пяти. Как-то это связано картинку вместе или нет? Что-то я потерял ее достоверность. Складывай за свою картинку. Я не знаю, она сама никогда не складывалась на то, что касается не самого построения, а рассуждения здесь о мысли, о чувствах и качествах. Да? Что там мысль воспроизводит себя. Угу. Вот выводы в этом духе. Мне это всегда казалось, что мы, когда переходим от первого ко второму, мы не знаем ничего о третьем. Да? Когда от первого качества ко второму переходим, то мы не знаем ничего о третьем. Да. Поэтому мы не в состоянии различить переход к третьему от возвращения первого к первому. Мы же не в состоянии так сделать. Ну почему качество размера отличается? Мы от вкуса, от отношения вкуса и запаха переходим к отношению вкуса, запаха и цвета. Ну так а где здесь, где здесь эта попытка удержаться за чтойность? Подержаться за чтойность ее как бы не очень навесна. Подержаться за чтойность в смысле того, что мы отходим от вкуса и запаха, переходим к цвету. Вам удается удержаться за чтойность? То есть в этом... Если они одновременно дадут, они по поведению одновременно дадут. Да, смотрите, здесь... Не должно быть трудностью удержаться-то. Если одновременно. Мы не переходим от вкуса к цвету, а берем два. Да. Сразу два, которые относятся к вещи. Их отношения относятся к вещи. Да, но после этого должен быть три. Да. Ну вот. Вот здесь как бы у меня нет уверенности, что мы здесь можем за эту третью здесь зацепиться. Ну хорошо, у нас первое ко второму. Мы получили понятие вещи. То есть у нас сахар, он всегда сладкий и белый. Но никогда при этом еще не прямоугольный что ли получается сахар, он не кубический. Или наоборот. Или наоборот. Понятие вещи оно таково, что оно подразумевает в себе бесконечный переход. То есть то, что вещь обладает бесконечным количеством свойств. Да, вот так можно сформулировать. Либо у нас вот такая замечательная альтернатива. Либо у нас у вещи не бывает трех свойств. Либо свойств только двое, либо их бесконечное количество. А почему я не очень говорю? Получается так, да. Либо два свойства, либо их бесконечное количество. То есть понятие вещи как таковой, вещи как отношение двух свойств. И понятие места как такового, оно произойдет, что у вещи свойств очень много. Бесконечное количество. То есть то, что это движение, оно как-то бесконечное. Могу объяснить почему. Потому что у нас переход от свойства к свойству две вещи задает не только переход от одного свойства к другому, но и создает еще и принцип рекурсивности. А это что такое? Это когда у нас есть переход от первого ко второму, и мы говорим, что от второго к третьему будет точно такой же переход от третьего к четвертому, а четвертый к пятому. Есть, например, такая знаменитая теория математической индукции, где надо доказать некоторое неравенство. Вот доказываешь для первого элемента, а потом доказываешь, что из того, что на ганон для n, ганон для n плюс 5. Только единственное, что у вас те качества, которые вещи конституируют, они на самом деле модально различаются? А таких качествах всего лишь пять? Ну мы решаем, что на самом деле это было. Что мы пришли не так. Ну вот давай… В заключается, можно взять две… Бесконечно много. Не, можно взять два качества в одной модальности, допустим, там красный и зеленый, и точно так же вытянуть вещь? Вот… Нет, одновременно вещь не может быть красный и зеленый. Да, она не может быть, не может быть, да. Вообще-то мы уже знаем, что может быть. Ну, что дело справа тогда, как бы… Нет, вот смотрите, очень интересно, что отношение, получается, как, отношение вещи к двум качествам, оно отдаёт, но не только отношение вещи к двум конкретным качествам, оно задаёт ещё и принцип этого отношения. То есть, задаёт ещё и принцип отношения вещи к её свойствам. Вот так получается. А в чём этот принцип? Принцип отношения. Не только само отношение к двум свойствам, он задаёт ещё и принцип отношения к другим свойствам. Поэтому можем перейти к трёх. Да, поэтому к трём. Но при этом мы никогда не можем сниться на трёх, раз у нас задан всякий раз принцип. Так не можем, я же говорил уже… Да, поэтому для этих свойств, как получается, что их всегда бесконечное количество. Либо их два, либо бесконечное количество. То есть, сам принцип бесконечности, таким образом, заключён в понятии вещи. Потому что вещи мы относим не только к саму вещь, но и принцип построения вещи. Вот так я правильно сказал. То есть, понятие вещи… Вещь у нас – это не только сама вещь, но ещё и принцип построения вещи. Вот так замечательно. Да, согласен. Вот эти желаемые вытащики из пустоты. Знаете, как фокусник кролика вытаскивает из шляпы, вот вам нужен кролик, вот взяли шляпу… Нет, была согласна с тем, что здесь задано не только отношение вещи к отношению двух её свойств, но ещё и принцип построения вещи. Нет, ну вообще-то это плохо предыдущее классическое понимание вещи, где сначала есть некого рода бытие, которое потом разворачивается в свойства. Чем вот оно хуже? Для того, чтобы пытаться как бы новое выстроить, надо было бы как бы фальсифицировать это, сказать, что оно чем-то непригодное. У вас всё равно свойства всё к тому, что есть какое-то первоначальное бытие, которое до свойств. И причём оно там почему-то этих свойств бесконечное количество, потому что вот два вытянули, да, там типа, и вдруг оказалось их там… Оказалось, что ещё в себе здесь содержится ещё и принцип построения вещи. Правильно. Так а не получается ли так, что было некое бытие в классическом смысле, да, и оно потом просто развернулось как наличное бытие, то есть как вещь? То есть классическое построение оказывается это равноправным с этим построением. Тут же как бы претендовали на то, что как бы вы попали логическим путём, вы видите некого рода вещь как в конце. А теперь получается, что вдруг обнаружили, что их оказывается не два свойства, вот такое чудо, а много. И даже бесконечное количество. Да, вопрос ещё такой, так а принцип-то может положить для себя? В принципе, содержится в себе. Поэтому мы как бы видим новые и новые свойства вещи, мы понимаем, что их бесконечное количество. Я так полагаю, что его можно увидеть и бесконечность, положив просто эту вещь как принцип построения себя она самой в качестве для себя бытия. Я не уверен, что я прав, но он разворачивается для себя в отношении вещей. В отношении вещей, вы сполагаете, да? Ну просто я пройдёлся немножко дальше, и так получается так. И вопрос, кстати, о бесконечности он не такой простой, как кажется. Если вы пытаетесь вывести в мышление и вывести в бесконечность, то это на самом деле нетривиальное, мне кажется. Ну это моя просто инициатива. Потому что мышление, оно как бы тождественное, оно всегда конечно. В лучшем случае оно порождает некого рода ряд, да, уходящих в бесконечность, но бесконечно не становящихся. На некий счётный ряд, конечный, всегда. Потому что всякое воспроизводство, оно даёт вот этот счётный ряд, но не бесконечный. Так что бесконечность, если она возникает, здесь это сразу указывает на процедацию, да, что вот оказалось, что предмет, он сам по себе, он тоже какой-то есть. А это, по-моему, недопустимо, в рамках данной концепции недопустимо. А если мы говорим, что мысль конституирует вещь, то вот никакой бесконечности нет, значит, вещи имеют конечное количество свойств. Для меня важно то, что происходит, в свойствах происходит движение. Когда мы говорили о тождестве места, мы всё время двигались от запаха света, от света к звуку, или просто от запаха света, от света к запаху, а место остаётся равным себе. То есть бесконечность движения, не бесконечность качества. Бесконечность движения. И когда мы, или ко второму шагу, когда мысль стало отношением с собой, и чувство стало отношением с собой, то мы вот эти вот первоначальные переходы просто зафиксировали как одновременные. Но требование движения сохранилось. Теперь отношение двух одновременных, отношение трёх одновременных, снова отношение двух одновременных. То есть бесконечность в этом смысле. То есть это вовсе даже не бесконечности. Нет, но если посмотреть, как мы понимаем, что такое вещь? Ведь мы говорим просто стул. И этот стул вполне описуем, и свойства у него всегда конечные. Конечно же, на самом деле, как некого рода сущие в мире, он там бесконечные, может быть, свойства имеет. Но с точки зрения концептуальности, да, он имеет вполне конкретное, некое определённое конечное количество свойств. Что он на нём может сидеть, что у него там есть спинка, что у него есть ножки и прочее. Можно описать и всё. То есть концепт вещи ограничивается в достаточном конечном количестве. Гегель уверял, что не хватит бесконечности, что это описать все свойства. Потому что у него вещь, она приходит извне, как трансценденция. То есть у нас ведь не так. У нас ведь вещь конституируется в форме. То есть мир становится в форме, да. И как бы, одной из результатов этого восстановления возникает вещь. Она именно что возникает. А у Гегеля она есть эта вещь. Её только надо вот найти, как бы там, или там ощупывать. У нас же не так, у нас же никаких изначальных вещей нет. У нас просто есть предмет какой-то, непонятно что такое, который просто становится в форме и всё. То есть у нас, мы понимаем вещь на самом деле в каком-то идеальном смысле. В том смысле, когда мы говорим, что вот возьмите стул, да. мы не говорим, какой конкретный стул. Просто стул, то на чём сидят. Ну хорошо, давайте вернёмся к этой динамической модели. Значит, ещё раз. Мысль воспроизводит себя, как отношение с собой. Тем самым, мысль даёт чувству, воспроизводит чувство, как отношение с собой. и, я говорю, тем самым, мысль производит изменения в отношении качеств. От двух в трём, от трёх в четырём и так далее. Я спросил, ну, достоверна ли эта картинка в целом. В отношении формы мне всё понятно. Мысль воспроизводит себя, тем самым она воспроизводит чувства, но тем самым, можно сказать, что она воспроизводит отношение двух, только двух качеств. Или, действительно, тем самым, производится изменение в отношении качеств. От двух в трём, от трёх в четырём. Сейчас я как-то потерял достоверность этого движения. И ещё тут интересный момент. Когда чувство воспроизводит себя, в отношении с собой, то, как мы знаем, предметным воплощением чувства является вещь, рождественная вещь, одна вещь. так вот, элит не поворачивается говорить, что тем самым воспроизводится единство вещей. Вещь стоит, предметно стоит, она не воспроизводится. Немножко непонятно здесь. Немножко непонятно здесь. Вещь остается той же самой. Просто остается, да? Нужно верно. это и есть, как бы, результат того, что чувство, тождественно себя. А то, что чувство воспроизводит себя, способом быть тождественным себя для чувств, является воспроизведением себя, как отношение с собой. Но это, как бы, на вещи никакого действия не оказывает, и вещь просто стоит тем самым. Так иначе было бы каждый день новое солнце, в одну и ту же реку нельзя было дважды войти, иначе было бы все, сплошной поток был бы. Ну, хорошо. 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 Потому что, может, нет, это немножко в голову не совсем бледит. Когда мысль воспроизводит себя в качестве отношения тождества, то она, на самом деле, просто, действительно, не движется, а стоит, потому что воспроизводится отношение с собой. Что это значит? Воспроизводится отношение с собой. Это же не значит, что оно, действительно, исчезает и воспроизводится. В общем, в некотором роде она остается тем же самым. Это бег на месте. При этом, мы говорили, что если говорить об отношении мыслей и отношении чувства, то мысль может сознавать себя причиной чувства, и тогда она осознает себя как отношение с собой. тогда она воспроизводит себя как отношение с собой. А можно быть причиной чувства. То есть, сознание причинения и действие причинения – это, вообще говоря, два разных аспекта. когда мысль сознает себя причиной чувства, оно отличное чувство. Вот поэтому это важно. Когда мысль сознает себя причиной чувства, оно отличное чувство. А когда причиняет, возникает некоторая другая ситуация. так вот, на нашей стадии, на стадии вещи, на стадии сознания вещи, то, что мысль сознает себя причиной вещи, и то, что она причиняет, причиной чувства, и то, что она причиняет чувства – это одно и то же. Это для самой мысли неразличимо. То, что мысль сознает себя причиной чувства, и то, что мысль причиняет чувства, То есть, сознание и действие для самой мысли неразличимы. Одно и то же. Поэтому достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли. Если бы мысль осознала себя причиной чувства, в отличие от действия причинения чувства, то она тем самым поняла, сама мысль поняла, что она раньше чувствовала. Но этого пока нет, пока это не происходит. Пока это не происходит. Мысль, еще раз, мысль сознает в тебя причиной чувства. И для мысли это то же самое, что она действует как причиной чувства. И поэтому получается такой своеобразный род достоверности. Когда мысль достоверна для себя, совпадает с тем, что чувство достоверно для мысли. Достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли. То есть мысль отличает тебя от чувства, но как бы еще это не завершено. Это различие не завершено. Достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли. Мысль. Почему, если мы зароемся в мысль? Так, а мы чем-то другим занимаемся, пока не занялось. Дело видимо в том, что мысль на этой стадии, на стадии сознания вечно. Мысль здесь сознает себя отношением с собой, но не сознает воспроизведение себя как отношение с собой. Мысль безусловно сознает себя отношением с собой, но кажется очевидным, что мысль не сознает себя как воспроизведение отношения с собой. Само воспроизведение есть, мысль это делает. Слава Богу, мысль это делает, воспроизводит себя как отношение к тождеству. Но мысль не осознает того, что делает. А спрашивается, что значит осознать то, что ты воспроизводишь себя в качестве отношения с собой. Осознать это значит построить отношения между отношениями с собой. Вот если рядом два отношения с собой, не происходит действие, установлено два отношения мысли с собой, то мысль становится ясна, что она делает. В себе, как Игорь Михайлович становится для себя. Когда два отношения мысли с собой оказывается рядом, не как движение, не как бег на месте, а положено, то это и означает, что мысль осознает то, что она делает. Именно выстраивает отношения с собой. Отношения с собой по отношению к отношению с собой. И вот здесь мы переходим к отношению вещей. Потому что отношение мысли с собой, вообще-то это вещь, дает нам вещь. Чувство с собой дает нам вещь. Поэтому отношение между отношениями с собой дает нам две вещи. А точнее говоря, отношение вещей. То есть здесь мысль уже вполне для себя, когда мысль выстраивает отношения между отношениями с собой, мысль уже вполне для себя существует. И в этой ситуации меняются отношения этих двух факторов – знать тебя причиной и быть причиной. Совершенно очевидно, что мысль сначала знает себя причиной и чувством в этой ситуации, в ситуации отношения между отношениями с собой, мысль сначала знает себя причиной и чувством, а затем и вследствие этого является причиной и чувством, действует как причина. То есть превращает чувство, что нужно действовать как причина, превращает чувство также в отношения между отношениями с собой. Но сначала мысль совершенно ясно осознает себя как причину чувства и одновременно осознает себя как отношение между отношениями с собой. А затем и вследствие этого мысль причиняет чувства, совершает действие причинения, то есть превращает чувства из отношения с собой в отношения между отношениями с собой. Что предметно опять дает нам отношение к вещам. Причем стоящее отношение вещей, потому что теперь мысль продолжает двигаться, все время выстраивая новые отношения между отношениями с собой. Но они никуда не исчезают, они остаются отношениями с собой. Соответственно, тоже происходит и с чувством, и один за другим у нас растут вещи. Одна вещь, другая вещь, третья вещь, находящаяся, разумеется, в отношении между собой. Так а для второй вещи уже не нужно два свойства? Конечно, можно. Это точно такое же понятие «вещи», как… Смотрите, Владимир Михайлович, в основании получается таким образом, что вещи они равноправны, а ведь это не так. Всегда же перед собой одна вещь есть, и вторая в качестве горизонта первой вещи. У меня кажется, что разноправно. То есть первичным является не вещь, а отношение вещей. Ну вот это странно. Смотрите, если мы действительно будем полагать, что у нас в первом построении есть не только сама вещь, но есть еще принцип построения вещи, положенный в себе, да? Когда мы полагаем для себя таким образом, это означает, что у нас есть… Да, то есть принцип построения вещи мы полагаем для себя. Это означает, что мы имеем перед собой вещь, и рядом с ней, за ее пределами, на границе, как бы маячит вторая вещь. То есть вещи получаются неравноправные. Мы всегда имеем одну вещь, и вторая маячит только в ее границе, стоит. Ну так кажется. А почему что-то вам так кажется? Почему не… Вещи фон, она имеет в виду, что есть… Ну вот как бы да. И соотношение вещей, а соотношение вещей… То есть как бы переход, тот переход, в котором… Вещь, от которой мы переходим, в вещи, куда мы переходим, они не выступают в качестве равноправных. Всегда одна более яркая и более выпуклая, чем другая. Это же логика, Игорь. Какой там фон? Ну фон в каком-то смысле, что она ее ограничивает всех сторон, а тем, что они выступают в качестве неравноправных. Всегда одна вещь, которая не только является самой вещью, но еще и является примером принципа построения вещи. И когда мы этот принцип построения вещи полагаем для себя, это не означает, что перед нами находятся две вещи. Это означает, что одна как бы рядом с другой, но одна важнее, чем другая. Ну, к мне вот так… Ты, Игорь, все к феноменологии относишь. А на самом деле, действительно, Олег Михайлович, это ваша логика. И вещь у нас – это некий концепт. И второй концепт возникает рядом с первым. Здесь нет никакой феноменологии. В этом, мне кажется, это ответ. А ты говоришь о том, что вот феноменологически, конечно, что вещи всегда на фоне каких-то других вещей. И она как бы… Одна вещь, она более ясная, да, она вот дана, она ярко выпуклая, да, а все остальное как углевает на фоне… Ну, да, 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 да. Но это феноменология. А я в логике, на самом деле, один концепт возникает рядом с ним. То есть, у нас всякий раз есть одна вещь, но то, что она является еще примером принципа построения вещи, и этот принцип построения вещи разворачивается для себя. Из этого вторая вещь, она стоит рядом с первой, но она является как бы условием разворачивания принципа. То есть, они, эти две вещи, казалось бы, оказываются неравноправными. Нет, то есть, ты опять хочешь классику вернуть? Есть как бы два вытья, одна рядом с другом. Нет, не хочу, наверное. Потому что вторая вещь точно так же должна была бы вытягиваться за два свойства, и фактически надо было бы во второй вещи точно так же рассуждать, как во первой. Нет, как раз прелесть вот то, что я предлагаю, то, что вторая вещь не вытягивается за два свойства. А к тем, что она как бы строится из разворачивания принципа построения первой. Вот как интересно. То есть, вторая вещь, это не отношение двуствойства как-то еще, она разворачивается из принципа построения первой. Я бы сказал так, две вещи разворачиваются из построения одной вещи. Из полагания принципа, предлагания для себя принципа построения одной вещи. Вот я тоже это хочу сказать. Но тогда получается, что они не равноправны. Потому что первую вещь мы получили как оперировать с качественными свойствами, потом с двумя, и с местом, а вторую мы построили так, как разворачивание принципа. Ну, в этом смысле, да. Но это должно быть и феноменологически как-то. Если две вещи происходят из одной вещи, то вторая вещь, конечно, в некотором смысле оказывается... Да, она происходит не с качества, она происходит из построения принципа построения первой вещи. Да, в этом смысле согласен. Ну, так они тогда существенным образом должны быть не равноправны. И феноменологически. Просто это существенная не равноправность, надо как правильно описать и правильно ее увидеть. Может быть, надо будет подумать. Я сейчас совсем не готов в эту сторону, но в чем-то вы правы. Но закончим картинку. Значит, мысль предстает как отношение между отношениями с собой. И еще раз, тем самым мысль осознает себя причиной чувства, но не причиняет чувства. Тем самым мысль отличает себя от чувства, уже окончательно отличает. Не так, как было в вещи. Мысль отличает себя от чувства вполне. Осознав себя причиной чувства, мысль причиняет чувства, превращая его также в отношения между отношениями творчества. Предметно это предстает как отношение вещей, у каждой из которых есть два свойства. Потому что когда мы брали простые вещи, мы брали два свойства, потом три свойства, потом четыре свойства, приходило движение. Это движение, если мы хотим построить отношение между вещами, это движение надо приостановить. Одно движение и накладывается на другое. К вещи относилось отношение двух свойств, к отношению трех свойств мы останавливаемся и возвращаемся к двум. В простой ситуации. Теперь перед нами две вещи, каждая из которых, как выражается, вытягивается двумя свойствами. И возникает следующая картинка. Отношение между отношениями свойств, например, один будет помидором, второй огурцом. Значит, он красный и круглый, а другой зеленый и продолговатый. Так вот, между отношениями свойств, красный круглый и другое долговатый, сказывается или относится к отношению вещей. Вот такая картинка. Ну, присталгачивая, но получилось. Не знаю, можно будет подумать, в каком смысле вторая вещь чуть-чуть тенее. Первый, просто медленно, совсем не развернусь сейчас. Отношение между отношениями свойств, качеств. Одно красное, круглое, скажем, мягкое, другое продолговатое, зеленое и твердое. Это отношение между отношениями свойств, в данном случае отношение между отношениями трех свойств, сказывается об отношении вещей. Ну, понятно, что красное нельзя сравнить с твердым. Красное с помидором нельзя сравнить с твердостью глаза. Поэтому сравнение происходит, действительно, по модальности. Красное – зеленое, твердое – мягкое, круглое – продолговатое. Вот эти три отношения к красному, зеленому, круглому, продолговатому, твердое – мягкому. Третье отношение сразу сказывается об отношении вещей. Сразу относится к отношению вещей. То есть мы берем, ну, минимально две пары, разумеется, по цвету и по форме. Отношение по цвету и отношение по форме вместе одновременно сказывается об отношении вещей. Именно одновременно. Не так, что мы сначала сравнили по цвету, опять же, как в классической ситуации, в классической логике у Геггера, у кого угодно. И эти вещи мы сравнили сначала по цвету, потом по запаху, потом еще почему-то. Мы берем сразу по крайней мере два сравнения по цвету и по форме. И отношения, одновременно данные два отношения, то есть отношения между отношениями качеств, сказываются об отношении вещей. А мы какое-то здесь понятие места тогда забыли. Ведь каждая вещь – это место. Вообще нам нужно отношение к качеству есть, если отношения мира. А теперь место – это отношение мест. Теперь место – отношение места. Правильно. Зачем нужны качества для того, чтобы понять отношения вещей? Здесь есть отношения – место. Что здесь первичное, что здесь важнее – отношения – место или отношения каких-то качеств вещей? Место по определению раньше, вещь, место раньше, смены качеств, творчество места раньше, качеств, вещь раньше, – свойств и отношения вещей также раньше. С самого начала мысль осознала себя причиной чувства, отличила себя от чувства, и потом уже сделала чувство. А после того, как она сделала чувство отношений между отношениями вещей, мы получили вещь и получили отношения между отношениями свойств. Поэтому отношения вещей также раньше, чем отношения… Я спрошу вас, а что такое отношение вещей до того, логически разумеется, до того, как сравнивать со свойствами? Отношения вещей имеет вид, не помидор, а… Отношение вещей имеет вид – вещь есть вещь. То есть вещи находятся в отношении точества изначально. Вещи находятся в отношении точества, и об этом отношении точества сказываются отношения качеств. Логически сначала вещь есть вещь, то есть отношение только вещей, просто вещей. Мы же не сравнили красное с зеленым и твердым с мягким. Нет, ну откуда мы знаем заранее, что вещей много? Ну, две. Ну, вообще, почему мы вытягиваем любые два качества? Все, что вытягиваем, это вещи. Почему вещей-то вдруг стало много? Почему не одна вещь? Любые два качества вытаскиваем, называем это вещью. Почему вдруг сразу стало, что, оказывается, вытащили какие-то другие два качества, и оказалось, что другая вещь? Как вот это другость-то делается? Если бы вы сказали, что это есть отношение мест заранее, то есть место на самом деле по определению не одно, то это как-то можно было бы еще понять. А если мы считаем, что только вещи соотносятся своими качествами, то какие бы мы качества два не вытаскивали, мы как-то другую вещь, в смысле другости, не найдем. Всегда будет одна вещь. Ну, почему нафиг было? Мы начали с того, что мысль не просто воспроизводит себя как отношение с собой, а устанавливает отношения между отношениями с собой. Вот и все. Мы тем самым связали две вещи. Так, а то, может быть, это та же вещь в различных временах, скажем? Почему это две вещи? Эта мысль связалась, относится к самой себе. И вещь точно так же раздвоится. Вот одновременно, одновременно. Что происходит? У нас был бег на месте. Мысль воспроизводила себя как отношение с собой. Это одно. А теперь мы установили отношения между отношениями вещей. Мысль сама для себя представила как одновременная данность, одновременная данность двух отношений торжества. Мысль, а затем она что-то делает с чувством. А поскольку каждое отношение мысли с собой – это доходящая частью вещь, то мы сразу имеем две вещи. Тут как у вас получилось. Алёв? Здравствуйте. Алёв Михайлович. Что скажи? Мне кажется, что действительно здесь говорить о том, что отношение двух вещей первично по отношению к тому, как соотносятся их качества – это тогда. Но мне просто представляется, что отношение двух вещей, оно как бы не просто в том, что вещь есть вещь, а ещё и то, что это отношение двух мест. То есть в этом пункте я тебя, пожалуй, поддержал, что здесь должен быть ещё этот аспект. Я так думаю. Так оно откуда взялось-то, как холик из шапки фокусника? Бац, 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 и только отношение двух мест. Опа! На пустом. Как это вообще возможно? И так можно… Есть не вещь, есть место. Нет, это больше не клавокационная вещь, потому что можно дальше из этой же шапки, вот с которой мы только что достали два места, когда всё здесь было одно, можно ещё что-нибудь интересное достать. Так я же вам говорю, что ты бесконечное количество свойств до этого достал из шапки. Я сейчас достал из шапки. Я не из шапки достал, я бесконечное количество свойств взял как принцесс, положено для себя. Точно так же из шапки этот принцесс достал. Ну да. То есть у нас это как бы… Какое действие, как доставать что-нибудь из шапки, это вещей? Нет, в данном случае почему из шапки? Задача же была как? Схватить мысль как воспроизведение себя, причиняющего чувства. Потому что мысль вроде бы знает себя причиняющим чувства, да, и это предшествующие ходы. А если она пытается схватить себя как воспроизводящее это действие, то поэтому и получается так. Поэтому получается действительно, что я могу знать себя воспроизводящим, если я в состоянии построить отношения между двумя воспроизведениями себя. А одно воспроизведение себя заключается в том, что на место нанизываются качества, они становятся свойствами вещи. Здесь вполне понятно, откуда оно берется. Было бы более красиво, на самом деле, если бы место было одно всегда. Да. Так я говорил про присутствие. Это было более логично, потому что… Место всегда одно. Другое дело, что в это место вступают… В этом месте, как бы, возникают разные вещи. Место-то одно. Мы вдруг обнаружим в одном и том же месте разные вещи. То есть, если говорить о экзистенциальной философии, то есть есть присутствие, и в это присутствие можно вступить то, что угодно. Одно и то же. Ну, разное. Почему? Одно и то же. Одно и то же место. Может Бог вступить, условно говоря, может вступить кролик и прочее. Это не важно. Важно, что присутствие. Присутствие. Оно конституирует то, что… А то, что вступает, становится чем-то для меня. Вы поймите, что вещь изначально находится в отношении тождества. То есть, то, что вы хотите, то и вы хотите. Изначально то, к чему… О чем сказывается, к чему относятся отношения к качеству, свойств – это отношение тождества вещей. Вещь есть вещь. Поэтому это не две разные вещи, а тождественные вещи. Потому что тождественные свойств – каждая вещь – просто вещь. Она неотличима от другой вещи. И в ситуации – вещь есть вещь. Ну, в этом отношении – да. Но вот у меня была гипотеза, что, может быть, здесь, помимо этого простого обнаружения тождества «вещь есть вещь», есть еще и другое действие, которое состоит в том, что «вещь есть вещь», но здесь два места. Место – вещи и место – другой вещи. Так, ну, понятно, что вещь есть вещь. И когда мы создачимся просто на тождестве вещи как таковом, то да, у нас нет основания вещи различить. Но помимо этого же у нас еще в конструкцию вещи включено место. Согласен. Все-таки, действительно, два места. Вещь одна – место. А место – два. Ну, вещь абстрактна – одна, место – два. И дальше, как бы, картина еще больше усложняется. Помимо того, что это два места – это еще и соотношение двух групп качеств. Но что значит два места, если мы не можем вещи различить? Все равно получается, что левая вещь и правая вещь. А следующим шагом мы различаем, потому что у нас в отношении отступают качества этих вещей. И тогда у нас все благополучно. Красное, относящееся к зеленому, сказывается об отношении вещей, то есть об отношении этих двух мест. То, что абстрактная вещь есть одно, дает нам единство, необходимое для вообще отношения двух вещей. Все хорошо. А дальше различие, все-таки, которое нужно для удержания отношений, оно обеспечивается различием места и различием качеств. Конечно, если будет различие места, тогда получится пространство перевищен в силу. Потому что именно различие места можно фиксировать только пространством. И два места – это просто фактически развернутое пространство, в котором существует внутри него различие двух мест. А если место было бы одно, тогда пространство бы не претендовало на эту роль. Просто можно было бы просто говорить и присутствовать. И все. Без всякого указания, что есть какое-то пространство. Всякий раз за скобками остается пространство, которое либо играет свою роль, в Кантовском смысле, либо не играет. Задача стояла в том, чтобы схватить воспроизведение сознания себя в качестве воспроизведения. Как поможет нам то обстоятельство, что по твоему предложению место одно, в котором случается то одна вещь, то другая? Как? Ну, логические вещи, две вещи соотносятся логическими свойствами. Это чисто логические. А феноменологические они по очереди вступают в оба. То есть, все-таки сначала одна вещь, потом другая. Это феноменологические. А феноменологические — их две, они, их отношения чисто логические. А как ты удержишь отношение между двумя этими актами воспроизведения сознания? Понимаешь, феноменологически нам уже не нужно ничего удерживать. Как бы вошла одна вещь, потом вошла другая. Я понимаю, что феноменологически надо. А ты хочешь предупреждать, что это нельзя? А можно ли феноменологически удержать две вещи? Нет, я спрошу просто. А как ты удержишь отношения этих двух воспроизведений? А поскольку мысль может как-то раздвоиться и удержать? Нет, оно не раздваивается. Она сначала одна, потом она другая. И никакого раздвоения не происходит. Просто сначала одно, потом другое. Почему одно, потом другое? Ну это угол-то так получается. У вас, я понимаю, что у вас как бы два одновременно, и поэтому есть отношения между ними. То есть место одно на самом деле, но в это место вступает... Не, брат, не перебивай. Вот у тебя получается, по-моему, противоречие. То есть не то, что противоречие, а единство места не позволяет отличить одно воспроизведение от другого. Да. Ну вот, а задача-то схватить воспроизведение. А они различаются свойствами. Одно и то же произведение, но поскольку свойства разные, пара разные, да, вещи разные. То есть вещи отличаются друг к другу только свойствами, а не местами. А место у них одно и то же. Ну, совсем новая концепция. То есть, не сахар, он сладкий и белый, а как бы два сахара, один сладкий, второй белый. Вот так. В одном месте. Нет. 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 Гораздо более удивительно, что сначала сладкое место, потом соленое место. Но все одно и то же самое место. Нет, нет, нет. Соленое не становится. Становится, становится. Ну, глад же, говорите. Соленое не те же. Нет. Соленое не те же. Нет. Нет, нет, нет. Другая вещь на этом месте. Нет, смотри, если берем, вот как кролика за уши, вытаскиваем одну вещь. Рассказывайте три версии одновременно и соглашайте друг с другом. Смотрите, место, это шляпа у фокусников. Это место, да? Мы туда руки засунули, одного кролика достали, потом руки засунули, достали что-то другое. Вот так. Но место одно и то же. Это шапка. Это шляпа, да? Из которой осталось что-то достается. Вот так вот. А не так, что две шляпы там, и потом раз, руки засунули, и за две шляпы вытащили за уши двух кролик. Не так. Шляпа одна. Из одной шляпы два кролика. Да, но мы сначала одного достали, потом другого, вот так вот, по очереди достаем. Но по очереди не получается было. Это исключено. А? По очереди не получается. Потому что исходным является, что сознание устанавливается отношение, одновременное отношение между отношениями с собой. Никакого по очереди, после этого уже ничего нет. Когда получается, есть некое пространство, которое первичнее всего, и вещей всего первичнее, в котором различены места, как у этого, как у Канта. Есть некое вместилище, пространство, да? Которое изначально, оно вообще самое первое, оно до вещей, до всего. В котором есть места разные, да, уже заранее были эти места. То, что называется форма, как бы заранее спроектировала мир в пространство. Потом есть места, и эти места в будущем стали вещами и прочее. Получается просто, это Кантеанство и всё? Потому что если мест много, это просто, я говорю, это просто есть определение пространства. Про пространство это есть нечто такое, в чём внутри себя есть различие. Ну а почему? Если раньше пространство было тождество место, потом пространство было единство вещей, теперь пространство дано как отношение вещей, в общем, отношение тождества. Вот вдуматься в то, что представляет собой это отношение тождества, причём оно предшествует на предпосылку условия того, чтобы сравнивать вещи по качеству. Здесь опять всё наоборот, здесь опять эти неведанные дорожки и неведанные двери. Совершенно причём неведанные. Обычно мы берём две вещи, и устранных отношений путём отношения свой, сами по себе вещи никак не относятся. Мы сначала говорим, что одна вещь красная, другая зелёная, потом говорим, что одна вещь продолговатое, другая круглая, и тем самым мы устанавливаем отношения между вещами. То есть сначала отношения между свойствами в обычной нашей каждодневной жизни и в логике тоже. Так просто две вещи, ну как сравнить, как не через свойства. Вот сравниваем свойства, тем самым сравниваем вещи. У нас сейчас совсем наоборот. У нас сравнение, установление отношений вещей является условием для того, чтобы начать, наконец, сравнивать свойства вещей. Сначала отношения вещей, а затем уже отношения с нашими свойствами. То есть правильно говорить так, сначала отношения мест, а потом отношения свойствами. Ну отношения тождества мест, как вы себе это представляете? Что значит отношения мест? Отношения тождества мест, хорошо назовём это так, гречи назовём месту, какая разница? Все равно отношения с нашими свойствами. Но у нас раньше как было, что место это есть, это результат тождества формы. То есть форма, тождество формы реализуется в том, что есть место. Ну да, а потом она реализовалась в том, что есть не место, а вещи. Ну и что теперь? Сказать, что всё пропало? Нет, зачем? В каждой практике реализуется отношение вещей, то отношение свойств. не тут просто по-моему пространство на практике никак просто ажи не мест ну как подожди выразить это что имеешь ты хочешь спросить а мы что правда умеем сравнивать вещи да до свойств до свойств и они речь не об этом речь идет оба основании сравнения вещей вот обычный путь сравнения вещей насколько я его могу себе представить до опирается на то что вещества сравниваться благодаря да но не просто благодаря свойствам а благодаря тому что у них у этой и этих вещей есть свойства одинаковой модальности например у них есть цвет у обоих этих вещей потому что если одно из вещей есть цвета у другой цвета в принципе не может быть я же могу со тогда труба прошу прощения я же могу сравнивать электрон симфонии нет не можешь могу а мне казалось могу ну сравни потому что две разных вещей не нет и сравни ну и что не подожди ну и что ты сравни то что разные разные электроны и симфонии разные вещи это понимаю бонзай не сравнивать спросить спросить в чем состоит разница ты начнешь перечислить свойства вот о чем я считаю то есть но не ты понимаешь как править потому что свойства различать ну а теперь давайте сомневая вещь о слушает так точно тогда твой пример же можно обернуть в пользу в пользу олега михайловича потому что нормальное понимание почему сравниваются вещи еще раз потому что свойства имеют общую модальность именно поэтому можно сравнивать вещи но если это так то ты в принципе не сможешь сравнить симфонию электрон но ты можешь сравнивать симфонию электрон а за счет чего у тебя нет ни единой общей модальности и это видимо возможно потому что олег михайлович прав что сначала основанием для сравнения вещей является не единство их модальности а просто их тоже то в качестве вещей ну что это вещь и это вещь ваша интуиция об этом говорит как я понимаю что ну две вещи две вещи ты это и говоришь я еще не думал о свойствах но две вещи две вещи не совпадают ни одним качеством ну две же вещи и ты не смог бы их сравнить ты не смог бы сомневаться если ты опирался на качество в это различие двух вещей это откуда взялось это пространственное различие опять 25 за руби деньги ну и что что пространство так значит у тебя что пространственное различие на этот прежде всего то почему прежде всего причина этого пространственного развлечения является действие сознания вот и ну а не да какое в пятианство ну что еще раз в классике что не так классика что не знаю что литон отличается от симфонии тоже ведь знает нет не знаю я считаю что знаю как бы странно приписывание не знаю я такое рода форма классики ну классика и не классика все равно не сильно сразу модель с лишние но это уточняет уточнение но в принципе вещи сравниваем по свойству не иначе сначала занятой потом вывод об отношении вещей различие торжестве между вещами а здесь сначала отношение вещей на именно отношения торжества а затем уже на этом при этом условии фактического условия не количество логическими не место вот логическое только треции симфония вещь электрон不行 сначала вы не знаем против а не сегодня то значит утреться не свой просто двери еще еще отcharge он не она на симфония электрон не электрон просто две вещи они придешь она как вещи даже это же два почему 2 то есть другая вещь а серого минуты чему она не просто та же самая вещь второй разница чем она другая всегда другая. Почему? На уровне тождества она не другая. Это нерепо. Вы же говорили, что вначале мы различаем вещи до свойств, различаем одну вещь на другой вещи. Мы до свойств устанавливаем отношения тождества вещей. Вещь есть вещь. Что бы это ни значило. А, все-таки значит не различие, а все-таки тождество. Конечно, тождество. Отношение тождества. Имеет вид вещь есть вещь. Никакого другого вида. Эта вещь есть, электронность электронность имеется в виду? Не обязательно. Пока не имеется. Одинаковые, они разные. Вещь есть вещь. Это условия сравнения по свойствам. Сначала установление отношения тождества вещей. Затем различия по свойствам. Да. Причем свойства только различные. А в классике разве не так? Там тоже самое, что мы сначала говорим это вещь и это вещь. Давайте сравним их по свойствам. Ну, в смысле бытие, это бытие, наличие и вот это наличие. Никак, ну еще раз, а если ни одно устройство не совпадает, что ты будешь делать? Что? А что, а здесь что, чем-то лучше, что бы? А здесь лучше. Чем? Лучше тем, что у тебя хотя бы есть основания для сравнения. А если ты опираешься на качество, то у тебя нет основания даже для сравнения. Потому что нет ни одного общего качества. Классик, ты говоришь. Это вещь и это вещь. У каждой вещи бесконечное количество. Давайте сравнение по свойствам. Нет, ну вот еще раз. Сравнение всегда не просто потому, что вещи вещь, а потому, что общее качество. Ну, ей-богу так. Только не общее качество, а общая модельность. Общая модельность. Ну, Игорь просто против слова модельность. Ну, ты можешь сказать, что у нас то, а то стенка белая, и сахар белый. Давайте белый, то красный. Захар белый, а стенка красный. Вот так. Можно с вами? Ну, нет. А Игорь предлагает, что белая стенка и белый сахар. А иначе... Слушай, ну это, блин. А это никак. А иначе никак. Это единственная, как бы, польза занятий в кульсе логики для неспециалистов состоит в том, что ты должен уметь понимать, когда пытаются сравнивать несравнимые вещи. В этот момент ты говоришь, стоп, мы пытаемся сравнивать теплое с мягким. Отматываем назад. Нельзя сравнивать теплое с мягким. Нужно общее основание. Нужно общее основание. Качественное общее основание. Вот вся мудрость, которая вытекает в занятии логики. И обычно такое качественное основание является пространство. Обычно. Которое изначально существует. Без всяких свойств. Качественное пространство соотносятся в два разных. И то, и другое пространство. Один электронный, другой электронный. И все что угодно.